Дата на пленке 1972 год 4 июня В данный момент показано место, где должен был располагаться один из жилых микрорайонов города Риги. Район получил название как Сепникаунс. Жители нового района еще не знали, что это место кажется не самым уточным для нового жилого комплекса. Недалеко от жилого комплекса находился дом Эрикса Хелмутса. Он был начинающим бизнесменным политиком. Эрик считал район престижным и неподалеку начал строительство своего собственного дома. В 1975 году Эрика нашли мертвого. Власти скрывают подробности о смерти Эрика. С тех пор строительство дома было прекращено. В данный момент выказана пленка, сделанная подростками в доме бывшего бизнесмена. Появили слухи, что Эрика убили из-за последнего выступления по телевидению. Товарищи, сколько еще предстоит сделать в будущем? Сколько еще людей не знает латышского языка? Тело Эрика хранили в строгом секрете. О месте похорон знали только его близкие родственники. Долгое время местонахождение могилы Эрика было тайной. В 1976 году стало известно точное местонахождение тела Эрика. Неизвестные источники дали информацию, где и когда похоронили Эрика. Его могила находилась всего в одном километре от его собственного дома. Уже на следующий день начались раскопки. Но позже, как выяснилось, тела нигде не было. Спустя время полиция решила посетить сам дом Эрика. Но это привело их еще в более глубокое заблуждение. Во-первых, на крыльце здания был обнаружен труп неизвестного мужчины. Причиной смерти этого человека являлись многочисленные раны, вероятно сделанные острыми предметами. Во-вторых, все это время в доме кто-то проживал. Ну а в-третьих, были найдены многочисленные орудия убийства с отпечатками самого Эрика. Всех интересовал только один вопрос. Как отпечатки покойного Эрика могли оказаться на всех этих предметах? В доме были найдены человеческие кости и целая куча фотографий с документами, принадлежащих родным Эрика. Также удалось обнаружить старые семейные фотографии его семьи. В тот же день была сделана одна из важнейших находок за все время расследования. Нашли тело Эрика. Как ни странно, то тело Эрика за такой короткий промежуток времени успело окончательно разложиться. Экспертиза показала, что это было действительно тело Эрика. Но почему это быстро разложилось? Ответ они нашли. После находки тела, убийства в этом лесу не прекращались. А на оружиях убийства по-прежнему оставались отпечатки Эрика. Все были в замешательстве. Видно, это не было никакого логического объяснения. Начали изучать его родословно. Была обнаружена фотография Эрика в детстве. Но это никак не повлияло на раскрытие этого дела. В то время страшные убийства продолжались. Впервые у этой истории появился живой очевидец. Он описал убийцу так. Он среднего телосложения. В странной маске напоминающей металлическую. И одет рабочей комбинезом. Многие люди считали, что это был Эрик. И дали ему прозвище, как мертвое туловище. По-прежнему на местах подобного рода убийств присутствовали отпечатки убийцы мертвое туловище. На сегодняшний день дело о жестоком маньяке убийцы остается открытым.